так и так что имеем opel зафира и в общем то при неплохих дисках с виду толщину еще замеряем получается так что абсолютно машина снята с ручника вот вот этот флажок упирается в этот троса не натянутый он там и у нас точно его подклинивает вот он вот я еле-еле его могу провернуть монтировкой поэтому будем разбираться короче говоря найдена причина всей беды если вкратце заключается вот в чем сейчас я растопорю суппорт получается так направляющие сами живые тормозной диск 29 миллиметров я замерил штангелем абсолютно такой же как как новый трв в этом проблем нет понятное дело что износились колодки причем можно сказать что не полностью наполовину но внутренняя гораздо больше и в итоге такая история сам суппорт хорошо ходит направляющие не закисли значит заползунок тросика дергал ручника тоже все рабочие заклинившие сам цилиндр если не получится руками разработать то понятное дело что надо капиталить попытался я помощником значит как-то разработать и вкрутить обратно этот вот цилиндрик короче все суппорт однозначно умер его там заклинило намертво туда попадала влага значит там есть такое дренажное отверстие через которое влага может попасть внутрь суппорта в механизм самонатяжения значит ручника это все закоревает и он клинит намертво помимо всего этого значит ну была только одна скоба противоскрипная стояла скобе вот этой вот суппорта 2 здесь ее не было соответственно штуцер вот здесь без колпачка был тоже весь закорил его уже не открутить в таком состоянии надо греть вот короче говоря принял решение буду снимать полностью суппорт и реставрировать короче подготовил вот здесь место под установку сейчас можно диск уже принципе накинуть здесь зафиксировал вытекание тормозухи вот так то здесь и значит что дальше хотел показать еще раз суппорт вот смотрите здесь был вылез пыльник соответственно все там закорела и этот зайчик уже под реставрацию тем временем скобу тоже подготавливаю на завтра она мне пригодится вот эти все плоскости защищаю добила вот здесь где будут колодки стоять вот здесь потом сюда нанесем смазку здесь где болты будут направляющие короче все подготавливаем ну и после реставрации понятное дело что будем все собирать вторая сторона здесь все хорошо суппорт в порядке диск тоже оставляю 29 миллиметров толщина нового все перебрал колодки вкинул новенькие красивые вот все смазал сейчас ставлю колесо вот соответственно новые диски тоже 29 миллиметров кто меня знает узнает что я всегда экономлю стараюсь экономить людям бабки и если нет нужды в замене такой детали то она будет сдана обратно в магазин тем временем вот такой суппорт можно получить в итоге реставрации плюс штуцера заменили здесь тоже вот там смазка виднеется то есть весь механизм который участвует само натяжение ручника там абсолютно новый причина я уже говорил что вот он сгнивший поршенек суппорта короче это все мы меняем дальше штуцерный болт меняем прокладки на новую на медная здесь прикручиваем суппорт вот такими новыми болтами с герметиком совершенно новыми все старое оно сбрасываю утиль ну и все собираю эту сторону та сторона уже принципе готова что насчет передних тормозов тут ситуация такая тоже колодки когда-то кто-то менял внешняя сторона довольно приличная диска ну что цера как бог дал но самое интересное изнутри этот диск похоже тоже может быть не знаю или проблемный суппорт или что но он изнутри такой под них он работать так не может поэтому будем разбирать это же смотреть вникать суть проблемы так что-то у меня тут камера не фокусируется так ну вот когда камеру протрешь немного получше телефон начинает снимать оказывается тормоза были не такими уже и прям плохими даже смазанные даже везде все по феншую закручена даже в принципе можно их не менять короче ладно оставляю пока так короче перед и зад пересыпал машинке проблемное колесо которое было зафиксированным проверяем вот он вращается не шума ничего затягиваем ручник абсолютно мертвый держак все короче такая машинка очередную проблему устранил эта машина будет ездить по дорогам и это будет крайне безопасно и надежно человек по сути говоря избавиться от всего того что у него болело и кстати эта машина поедет через 10-20 дней на техосмотр не положено по регламенту сроки подошли поэтому все это как нельзя кстати я думаю что сотрудники станции техослуживания это подтвердят лайк